Доброй ночи, уважаемые подписчики, слушатели и гости канала, врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я продолжаю чтение в данном аудио-видео отрывки глав из книги Августа Фореля, известного швейцарского психиатра, сексолога и гипнолога «Гипнотизм или внушение и психотерапия», напечатано в Ленинграде в 1922 году. 12-е немецкое издание, переведенное на русский язык. Я продолжаю или заканчиваю чтение главы из этой книги «Психоанализ» и начинаю читать о синтетическом методе психоанализа Гретера. Это такой малоизвестный метод психоаналитический, который и я даже не знал, вот сейчас впервые узнал, но я его вам прочту. Так, значит, я закончил в предыдущем отрывке читать о психоанализе адлеровского типа, то есть адлеровского, юнговского типа, значит, юнга, и начинаю читать о психоанализе, синтетическом методе психоанализа швейцарского врача Гретера. Об упомянутой выше теории Адлера доктора Гретер высказывается следующим образом. Тот взгляд адлера, что воля, к силе, потребность выдвинуть свое «я» для компенсации чувства ничтожества является источником всех конфликтов между верхним сознанием и подсознанием. Этот взгляд имеет, очевидно, много за себя. Если эта воля к силе и не является источником всех внутренних конфликтов как таковым, не является и сексуальность как таковым, то, во всяком случае, он очень часто является источником их. Но эта идея отнюдь не нова, зато, правда, она тем истиннее. В своем романе «Село Степанчиково» Достоевский превосходно охарактеризовал и окарикатурил эту идею в лице Фомы Фомича. Удивительно то, что именно Адлер настаивает на том, что у нас нет более надежного руководителя в области психопатологии, чем Достоевский, дальше которого наука по сей день не пошла, как он утверждал в одном из своем докладов в Цюрихе о Достоевском, прочитанном 30 марта 1918 года. Кроме того, доктор Гретер разрешил мне обнародовать ниже следующий краткий обзор его собственного синтетического метода психоанализа, в котором мы находим весьма значительные улучшения обычного психоанализа. Самое важное улучшение заключается в том, что он называет психопедагогикой. Я не могу согласиться с Юнгом в его оценке психоаналистических методов. Так я не согласен с ним, например, когда он говорит, что методы расспрашивания в состоянии гипнотической концентрации или произвольной продукции фантазии в этом состоянии примитивны и недостаточны в сравнении с анализом снов. Я нахожусь, что эти последние иногда не дают нам ничего между тем, как гипнотические методы в этих случаях быстрее приводят к цели, да и пользоваться ими легче. Правда, бывает и наоборот. Сейчас ночью у нас пришло время принять мне таблетки от давления. У нас сейчас, кстати, морозы, непривычные для нашей местности. Вот сейчас 11 градусов минус. Тем более морозы. Правильный и точный режим приема таблеток от давления имеет очень и очень большую роль. Так, я нахожусь, что эти последние иногда не дают толкования сновидений нам ничего между тем, как гипнотические методы в этих случаях быстрее приводят к цели, да и пользоваться ими легче. Правда, бывает и наоборот. Поэтому глубже всего попадает цель комбинация всех методов, а именно этим путем мне удавалось получить прекрасные результаты в тех случаях, в которых ни один, ни другой метод, взятый в отдельности, не давали удовлетворительных результатов. Как раз недавно был у меня случай, когда пациент на мои расспросы об особых переживаниях в начальный период его болезни рассказал мне о сне, наделавшем ему много хлопот. Но он забыл самый сон. Более глубокой гипнотической концентрации удалось оживить этот сон, а затем анализ этого сна по методу ассоциации вскрыл весьма важные дальнейшие причины болезни, и пациент был от них освобожден. Таким образом, является весьма важным преимуществом гипноза то, что им легче удается оживлять забытые сны, подлежащие анализу, и что им всего быстрее и полнее удается исследование болезни при помощи расспросов в гипнозе, в особенности насчет важнейшего времени, именно времени зарождения болезни, которое обычно труднее всего установить, так как оно всего сильнее вытеснено в подсознание. Конец цитаты. Впрочем, опять новая цитата доктора Гретера. Впрочем, особенно важно здесь то, что, в чем я, чем дальше, тем больше убеждаюсь, дело никогда не ограничивается одним психоанализом, а с ним всегда связывается и психопедагогика. И именно здесь гипноз оказывает особенно ценные услуги. В связи с этим мне за последнее время пришло в голову некоторые особые идеи, идеи, являющиеся в сущности старыми, ходячими истинами, но представляющиеся мне тем более глубокими, именно потому что они черпаются из первобытного источника. Излагались ли они в связи с разбираемыми нами вопросами, мне неизвестно. Мне, во всяком случае, не приходилось об этом читать. Конец цитаты. Начало новой цитаты. Почему одни заболевают в результате некоторой психической травмы, а другие нет? Они заболевают только в тех случаях, когда с этой травмой связаны и сексуальные конфликты, или когда воля к силе не находят другого выхода, полагает Юнг. Когда на травму не реагируется, или когда она вытесняется под сознание, полагают другие. Но почему же она вытесняется под сознание? И каким образом это вытеснение или конфликты и подавленная потребность проявить себя приводит к болезненным нарушениям? Ответ. Потому что их вызывают пораженные всеми этими причинами чувства неудовольствия, с которыми не могут быть ассоциированы никакое утешение и никакая надежда на выход, никакое чувство удовольствия. Эти чувства неудовольствия представляют собой не только душевное, но и физическое нарушение, все равно связаны ли они с вытеснением или нет. Ибо чувство в смысле аффективности базируется не только на соответствующем комплексе представлений и связанном с ним чувственном тоне, но и на соответствующем состоянии тонического, секреторного, нейротического, диатетического, респираторного, трофического или иного характера того или другого органа, или целой зоны тела. Ссылка. Опираясь, между прочим, на превосходных, ясных и доказательных результатах Павлова, у собаки Гретер предлагает рассматривать чувства, окрашенные удовольствием как полезные для жизни, а окрашенные неудовольствием как жизнь тормозящие. И это совершенно правильно. Павлов доказал непосредственно на слизистой оболочке желудка у живой собаки влияние аффектов удовольствия и неудовольствия на выделение желудочного сока. Ну вот видите, и швейцарцы вспомнили о Павлове, а у нас он в настоящее время полностью ушел в забвение. Это физическое изменение вовсе не должно быть обязательно осознанно конверсией. Оно имеется уже на лицо, вместе с чувством и только усложняется с дальнейшим распространением на другие органы. Конец цитаты. Следующее начало цитаты. И вот, если по той или другой причине происходит вытеснение, и это происходит тем скорее, чем безнадежнее чувство неудовольствия или мысль, то физические изменения, обусловленные аффектом или ощущение его может сохраниться, несмотря на диссоциацию, хотя и первоначально связанное с ними представление вследствие вытеснения забывается. Но это состояние ощущается как болезнь лишь тогда, когда дело идет о чувстве неудовольствия, без надежды на выход из положения, ибо и кое-какое чувство удовольствия может быть забыто и вытеснено другими без того, чтобы это ощущалось как нарушение. Таким образом, причина нервного нарушения покоится на неспособности правильно перерабатывать душевные раны и конфликты, то есть в несчастье находить счастье, хвататься за новые шансы. Душевные же силы ограждают от этого и помогают находить выход из самых тяжелых положений в жизни, бороться с ударами судьбы и находить утешение опору в том или другом выходе или идеале. И вот больному должна быть развита, воспитана эта способность, заставляя его оглядываться назад при помощи катартического оживления всех вытесненных аффектов. Ему необходимо показывать, как он должен был бы вести себя в соответственном случае. Такое его утешение он мог бы сейчас же найти. Какое действие могло бы ему помочь? Какие ответы он должен был бы себе дать на следующие пять вопросов? Что плохо во всем этом деле? Что я могу сейчас же сделать? Как я могу в будущем предупредить повторение таких вещей? Что хорошо в этом деле? Как извлечь из этого пользу для себя и для других? На эти пять вопросов он, по возможности, должен сам ответить. И именно этим он вновь найдет себя. Конец цитаты. Следующее начало цитаты этого же автора Гретера. Таково лишь краткое изложение специальных методов психопедагогики, которую я собираюсь развить еще дальше. При помощи гипноза она подается дальнейшему углублению. И я связываю ее физическими упражнениями для укрепления воли и развития у больного способности ставить себе новые цели и задачи в жизни, а также для физического его укрепления, создавая у него новые привычки, с которыми мои внушения остаются ассоциативно связанными навсегда или, по крайней мере, надолго, я надеюсь достичь хороших и длительных результатов, что мне на самом деле и удавалось уже много раз в очень тяжелых случаях. Конец цитаты. Я остановлюсь еще на двух выдающихся работах последних лет из области психоанализа. В своей книге «Очерки психоанализа» Грюнцюге «Де психоанализы» 1914 год Лео Каплан дал в общем ясное и сжатое изложение учения Фройда со всеми, разумеется, обычными и в особенности сексуальными односторонностями и искусственными толкованиями. По поводу этой книги я позволю себе ниже следующие замечания. Детерминическое изречение Фройда не от случайностей психической жизни, разумеется, совершенно правильно, но оно и не ново. Скептицизм Гиксона и Зиммера, оспаривающий причинную связь психических явлений, базируется без сомнения на их незнакомстве с фактами подсознания или на игнорировании их. Каплан совершенно правильно указывает на то, что этот детерминизм установил еще Демокрит 2300 лет тому назад. На основе анализа Фройда Каплан доказывает, например, наличие причинной связи при ошибках, всякого рода оговорках, описках и тому подобное, обусловлены явлениями подсознательной жизни, сопротивление индивидуума выступлению в сознании вытесненного подсознания неприятного события, часто обусловливает аффективное искажение соответственного напоминающего о нем выражения. Вместе с Фройдом Каплан полемизирует против гипноза и собственной волей к власти попросту честолюбия представителя школы Фройда сами, мне кажется, вытесняют вообще все, что оказывается в противоречии с гипотезами дорогой им школы. Люди всегда люди. Далее Каплан приводит известные ассоциационные эксперименты с пациентами, которым говорят так называемые раздражающие слова, на что те должны давать быстрый, без обдумывания ответ. Сопоставление этих ответов и особенностей более запаздывающих, более или менее вытесненных открывает широкое поле для психоаналитического истолковывания. До Юнга уже Фройд, Каплан и другие рассматривали и подсознательно, у них бессознательно, как психически еще не определившуюся естественную первоначальную сущность, мышление и чувствование зверя и ребенка. В этих мыслях много верного, но не следует и слишком схематизировать. Точно так же много верного и в том, что Каплан пишет о навязчивых явлениях и их подсознательных источниках. Вильгельм Штеккель – это еще один очень важный ученик Фройда, с которым они тоже расстались, говорит, но эротик заболевает потому, что его психическая энергия истрачивается в борьбе между криминальными, антисоциальными форель и этическими тормозящими представлениями. Каплан следующим образом формулирует это же важное положение. Невроз означает неудавшее восстание первобытного человека в нас против современной культуры. Первобытное заменяет криминальное Штекеля, а современная культура – его общепринятые, этические, тормозящие представления. Гораздо раньше, а недавно еще раз, Форель де Организация де Фрайхайд де Ферзенунг, 1917 год, я тоже самое выразил следующим образом. Всевозрастающая плотность населения и столь же возрастающие потребности культуры все более и более привели к необходимости хорошей и планомерной социальной организации. Но такова и оказывается противоречие с нашей первоначальной потребностью в неорганической, неограниченной свободе. Но эти инстинкты наследственны, а потому и неискоренимы на много тысячелетий или даже миллионов лет. В этом и заключается хроническая человеческая трагедия. Все три формулировки выражают в основном своей один и тот же факт – конфликт между примитивными ассоциальными инстинктами человека и его все возрастающими социальными культурными требованиями. Каплан находит, что истолкование уже упомянутого выше эдипового комплекса Фройда подтверждается истолкованием приветствия у всех народов и, в особенности, у японцев, как самоунижение наподобие мазохизма. Нарцисс умер, согласно саге, в состоянии влюбленного томления, вглядывая свое собственное изображение в воде, и тогда вырос красивый цветок нарцисс. На основании этого мифа Каплан истолковывает действительное и еще более часто скрытое, невыполненное самоубийство, как неудовлетворенную начальную эротику. Как и преступление, и самоубийство часто бывает в подсознании, часто также в состоянии сна, как известно, что также истолковывается школой Фройда. Ложные часто, на сон похожие, самообвинение, тоже истолковывается Капланом, как эротический нарцизм. Поебой по Фройду и страх сексуален. Рассуждая о превращениях аффектов, Каплан анализирует случай Юдифи с Солоферном и истолковывает его тоже сексуально. Садинзм и мазохизм истолковывается им, как инфантилизм, как акт перемещения сексуального инстинкта. Половое чувство Каплана рассматривает, как продукт эротики и инстинкта сохранения вида, так как, однако, сама эротика есть лишь продукт инстинкта сохранения вида, то эта формулировка едва ли представляет собой что-либо иное, чем тавтология. Наконец Каплан предостерегает и вполне правильно от преувеличения в том, что школа Фройда называет родительской эротикой и что другие называют обезьяньей любовью родителей к своим детям. Эта эротика нередко превращается в ненависть в результате перекомпенсации аффектов. Ограничимся приведенным. Везде, где Каплан пишет бессознательное, мы пользовались термином подсознательное. В журнале «Цайчрифио диагезамты и нейрологии у психиатрии» от 1917 года, том 36, тетрадь 1, 2, страница 26, доктор Зауа поместил статью «К анализу и лечению военных неврозов», где он описывает случаи функциональных нервных страданий, которые он лечил во время войны психоаналитически по методу Франка. Сначала он, подобно ноне, смотри, конец главы 6, пробовал простой гипноз, а потом, когда он не помогал, картотический метод, патогенез, аффективная обусловленность в многих случаях часто, оставалась скрытым в течение долгого времени, поскольку аффекты или эффекты должны суммироваться, чтобы могли выявиться болезнь, комплекс ее симптомов. Зауа приводит пару весьма интересных случаев прочного исцеления там, где одним гипнозом не удавалось достичь цели. В отличие от ноне, он, не задумываясь, отпускал своих вылеченных катартическим методом больных прямо в строй и пишет по этому поводу следующее. Я считаю себя даже праве утверждать, что катартический метод лечения делает больных здоровее и внутренне более крепкими, чем они были до болезни. Это совершенная правда, и эта правда очень ярко характеризует всю глубокую сущность катартического метода лечения. Далее Зауар пишет, само собой понятно, что созданное травмой аффективное напряжение с течением времени исчезает и без всякого лечения, если только больной не подвергается новым травмам. Ассоциация между аффектом и симптомом ослабляется и симптомы постепенно получает известную самостоятельность. Поэтому они, понятно, становятся более доступными к субистемному воздействию, чем в начале заболевания. Конец цитаты. Зауар совершенно основательно выступает против опенгайма, усматривающего причину травматических неврозов исключительно в материальных потрясениях, так как эти неврозы на самом деле носят чисто психогенный или патогенный характер. Не могу я согласиться с Зауаром, когда он во многих случаях военных неврозов предполагает нормальную психику больного до заболевания и когда он заявляет, что патогенные травмы на войне могут вызвать истерию у нормальных людей. Будь это непременно так, все солдаты, участники мировой войны должны были бы страдать истерией, чего, как известно, сказать нельзя. На этом основании я во всех таких случаях принимаю скрытое предрасположение больного к истерии, хотя бы оно было очень слабо, и только интенсивность аффекта страха и депрессия оживили его и привели к неврозу. Зауар указывает, как повторного переживания аффекта больным хотя бы и бодрствующего, еще с закрытыми глазами. Часто бывало достаточно, чтобы вернуть его в гипнотическое состояние, то есть полностью его загипнотизировать. Нет никакого сомнения, что мировая война пародировала и в гораздо большей степени, чем все предыдущие войны, целый ряд тяжелых неврозов, в особенности людей со скрытым предрасположением к ним. В заключение хочется еще раз напомнить, что для психоанализа необходимо, как на это указывает и Нонне, определенное настроение, которое врач должен суметь вызвать у своего больного. Он должен здесь играть роль доиса, но не экс-махина, но им-махинам, эргам церебри пациентис. Он должен сначала сам глубоко проникнуть психологически в страдающую душу больного, чувствовать вместе с ним, частью разгадать, частью вместе с ним пережить его вытесненные в подсознание эффекты и тем самым добиться полного доверия больного. Тогда и только тогда больной чувствует, что он понят. Он начинает все более и более доверять врачу и катарзис удается. Уже при гипнозе это крайне необходимо, но при психоанализе является условием, безусловно, необходимым. Веселое, обнадеживающее, полное понимание, уверенность врача пробуждает те же чувства и у нервно больного, и в случае терпеливой выдержки достигнутый успех снова укрепляет настроение врача. Досада и иронический скептицизм действуют здесь губительно. Пессимисты не должны быть врачами по нервным болезням. Точно так же не могут быть ими бесчувственные, сухие коммерсанты. Заканчивая эту главу, мы приносим свою искреннюю благодарность за их плодотворные идеи, прежде всего Бройеру, но затем и Фройду, Гретеру и Франку, как и всем другим авторам, разобранным в данной главе. Эта благодарность не распространяется, однако, на слишком смелые дико, гипотезы и догмы так называемой фройдовской школы. Ну, вот так вот я и закончил чтение главы из книги доктора Августа Фореля «Гипнотизм. Психоанализ». Я доктор Джордж Гарбатов. Как всегда, благодарю вас за проявленный интерес, ну и не только за этот интерес к этой главе из книги Фореля, а вообще за интерес и внимание к моим чтениям. И прощаюсь с вами до следующих чтений материалов из моей психиатрической библиотеки. Я доктор Джордж Гарбатов. Сердечно благодарю вас и прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok